Лучшие проекты выбирали волонтёры-добровольцы Ненецкого округа. В Наринмаре прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России». В нашем регионе участие в нём приняли 9 человек. Волонтёры Ненецкого округа участвуют в проекте «Доброволец России» уже более пяти лет. В историю конкурса есть победители и призёры всероссийского уровня. В этом году, как отмечают организаторы, проект приобрёл наибольший размах – 15 тысяч заявок по всей стране. В Ненецком округе под критерий отбора попали 13 организаций конкурса, допустили 9 из них. В этом году требования поменялись. В этом году у нас почему не очень много заявок? Потому что там нужны были проекты, которые уже реализуются, то есть они уже работают. Таких проектов у нас не очень много оказалось. Те, которые мы поддерживали в рамках нашего регионального конкурса, волонтёрских проектов, ещё какие-то. И именно проекты, которые уже реализуются. Личное виртуальное участие в отборочном этапе «Современные средства связи» позволяют заявить о себе волонтёрам из самых отдалённых посёлков округа. «Кто является партнёром на территории Уськары?» То есть это какие-то другие общественные объединения, учреждения, с кем вы совместно проводите свои мероприятия, замечательные акции и так далее. Каждый представленный проект – это не разовое мероприятие. Конкурс направлен на поддержку и развитие волонтёрского движения. Например, участники молодёжной организации «Гринхоум», представившие проект «Животное Пустозерска», уже сейчас готовы продолжать начатое благоустраивать туристическую тропу. Я считаю, что он действительно конкурентоспособный, потому что столько сил, сколько было вложено в него, я ещё не видела, чтобы где-либо ещё так вкладывались. Сколько было задействовано людей, сколько было задействовано объектов для создания фигур, сколько материалов. Это очень масштабный и, я думаю, конкурентоспособный проект. Семён Пырерко из посёлка Красное вместе со своими юными помощниками от 8 до 16 лет реализуют волонтёрский проект социальной помощи пожилым людям. Проводят и организуют досуговые вечера. Да, мы с конца июня уже ведём этот проект. И довольно успешно. Мы закупили целую кучу настольных игр, обучили где-то более 10 ребят-волонтёров, которые по первому залу приходят и организовывают такие игры, соревнования, обучают нашу целевую аудиторию. И, короче говоря, веселят. Семён говорит, недостатка в ресурсах нет. Подростки, когда узнают, в чём и зачем необходима их помощь, с радостью подключаются к проекту. Было очень весело играть. У нас были команды, мы соревновались. Даже вроде третье место заняли. В нашем регионе из-за специфики выберут победителей только в пяти номинациях. Все они поедут представлять свои объединения на следующем этапе. Кстати, окончательная победа присуждается не одному, а нескольким волонтёрским движениям и подкрепляется сертификатом. Это средство на дальнейшую реализацию проектов.